Сегодня 9 февраля прошли массовые обыски в Крыму. Забрали их 4 человека. Также коснулась Белогорска. Задержали Мустафаева Марлена, отца двоих детей. Мустафаев Марлен является моему супругу Омир Ворезе, который был задержан 2019 года одноклассиком, также и другом. Мустафаев Марлен никогда не оставался в стороне своего крыльско-татарского народа. Также был активистом, помогал семьям политзаключенным. Также помогал людям, которые нуждались в его поддержке. Похороны в процессе копал могилы. Ни одного человека он не брал денег. Марлен Кустафаев работал в СТО, ремонтировал машины. В любой момент можно было к нему обратиться за помощью. Я, как один из представителей крыльского мусульманского народа, приехал поддержать наших соотечественников, братьев-мусульман, которых опять задержали незаконным образом. Над двоими сегодня прошел суд в Севастополе, еще над двоими другими ребятами здесь, в Симферополе. Народу в одном месте собираться опять-таки не дают. И вот суд закончился, адвокат вышел перед народом сказать результат этого суда. И только он подошел, джемат вокруг него начал собираться, тут же пришли правоохранительные, так сказать, органы. С рупором начали людей разгоняться, не дали собраться даже просто, чтобы адвокат выступил перед камерой. Сегодня, как сказать, произошли такие события, которые разрывают реально мне душу, потому что сегодня забрали Мустафаева Марлена. Это мой друг, я с ним вырос, учился в школе. Просто, хочется сказать, позор всей стране, где живут такие граждане, которые защищают этот весь строй, где сажают таких людей, как Мустафаева Марлена. За Мустафаева Марлена не найдет ни одного человека, кто скажет плохо. Он всем помогал, он занимался такими делами, которые многие просто за деньги, он, как говорится, бесплатно. Просто удивляет то, что люди воруют вагонами, как говорил, да, в Вадимском Петербурге. Их никто не трогает, они сидят у власти. А те, которые делают благие дела, их просто-напросто гребут. День начался с четырех утра, с обыска. Мы встали сегодня рано, так как приехали в Симферополь, так как узнали, что сегодня идут судебные заседания в отношении крымских татар, в отношении крымских мусульман. Также пришли поддержать, услышали, пришли поддержать их. Мы не остались в стороне и не хотим оставаться в стороне. Однажды он проживал в селе Белая Скала и проблемы были с водоснабжением. Он взял кубовую бочку, загрузил на свою машину и на протяжении месяца ездил на крыничку, набирал кубовую бочку и развозил людям просто воду, бабушкам, дедушкам. Я не знаю того человека, который о нем просто плохо отозвался бы. Это даже уму неподвижимо, человека обвинить в терроризме. При этом все его знают исключительно как помощника. Среди людей такая шуточная его кличка была. Помощник всех угнетенных. Он всегда бежал первым и помогал людям. У любого спросите, кого вы встретите в Белогорске. Вообще по Крыму его очень многие люди знали и исключительно с положительной стороны. Он в Белой Скале относительно недавно построили мечеть. Он захотел построить там Аббесхане за свои личные деньги. И он практически его выстроил. Чуть-чуть осталось, а этот Аббесхане сейчас в недостроенном положении. Вот такой он человек. Он всегда старался для людей, а не для себя. Мы сегодня вместе с коллегой Энвером Алимовым прибыли на судебные заседания в Киевский районный суд Симферополя. Для того, чтобы участвовать в них в качестве корреспондентов. Я планировала работать в текстовой трансляции. Энвер Алимов планировал работать как видеооператор и фотограф. Мы заблаговременно подали в суд ходатайство. Однако, когда мы созвонились с помощником секретаря судьи, судья Крапко, нам сообщили о том, что наши ходатайства даже не передали судье из канцелярии. Марлен Халиков, который представляет интересы задержанного Марлена Мустафаева, заявил устное ходатайство о работе журналистов в заседании. Однако, суд это ходатайство отклонил. Из чего напрашивается вполне такое объективное заключение, что следственные органы и суд сегодня не заинтересованы в том, чтобы придавать огласке данный судебный процесс, что, безусловно, является серьезным нарушением и с точки зрения судебного процесса, и с точки зрения гласности. Сейчас рассматривается уже второе дело, дело Амитхана Абдульварова. Мы также не можем попасть на это заседание. Сегодня в Киевском районном суде города Симферополь состоялось судебное заседание по делу моего подзащитного Мустафаева Марлена Рамисовича. Суд сегодня избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 апреля 2022 года. Мы просили ему избрать меру пресечения не связанную, содержали его под стражей. В дальнейшем наши действия, это будет подача операционной жалобы. Мой подзащитный Абдульваров Амитхан также был сегодня задержан. В 4 утра доставлен в Киевский районный суд. В сегодняшнем судебном заседании орган ФСБ выходил с санкцией об избрании меры пресечения в отношении Амитхана сроком на 1 месяц 29 дней. Судом ходатайство следователя было удовлетворено. В отношении Абдульварова Амитхана была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 7 апреля. Какую статью интерминировали? Ту же самую статью, стандартную, как они очень нас любят. Это статья 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации. Часть 2. Субтитры создавал DimaTorzok